У нас в Польске идут полным ходом, сегодня Евген работал, я позагорал, посмотрел пару квартир, все как бы хорошо, еще что-то осталось, но на самом деле приближается период, когда все уходит, уходит, уходит. Сейчас пойдем еще смотреть, тут у нас полная борьба идет, не знаю, нашли апарт-отель, прелесть апарт-отеля в том, что там все есть абсолютно, там есть кухня, там есть мебель, там обстановка, там электричество, вода, интернет, все включено, никаких депозитов ни за что не надо, регистрация есть, все есть абсолютно. Евген, увидите ли, хочется романтики отелей, я, конечно, такую тему не люблю, я бы предпочел жить в нормальной квартире, в нормальном жилом комплексе, где люди постоянно живут, а не вот эти вот туристы с чемоданами. Плюс к этому, конечно, прелесть в том, что там вообще не нужно ничего, там посуда есть, постельное белье есть, есть абсолютно-абсолютно все, и два раза в неделю уборка. Ценник тот же, практически, если мы сейчас снимем квартиру, я нашел классную-классную квартиру из мебели, если мы ее быстро снимем, купим Икею, обставим все, получится примерно то же на то же. Но, если, к примеру, продлять эту квартиру, которую я планирую, на следующий год она будет дешевле на 10%, потому что заложенная мебель и прочее, в общем-то, делает, ну, то есть, основная ставка ее сейчас дешевле, чем здесь. А парт-отели, это примерно столько же придется заплатить, поэтому никакой экономии. Поэтому я в неких сомнениях борюсь. Ну, и плюс мне район не особо нравится, потому что он между Мариной и центром. Поэтому, не знаю, сейчас мы поедем, посмотрим, покажу. Вот эти плюсы, скажем так, в виде фитнеса, бассейна, бильярда, скидок на ресторан, на прочее. Не знаю, мне еще это не особо впечатляет, но посмотрим, сейчас я покажу. Бежит величайший риэлтор, математик, финансист, скорпион, главное. Жень, нормально так тебя снимают? Ну, я всю жизнь я снимаю. А, да? Ярит с ним мне. Ой, 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 шо-шо-шо. Всем привет! Кому-то интересен. Привет! Ладно, наверное, это... Выходите на мой канал, Левенко Евгений, подписывайтесь, ставьте лайк. Друзья, это страшный матершинник, не ходите к нему. Мы говорим по душам. Знаете, я люблю мудро. Знаешь, как тебе вот так вот? Каждое утро будешь такой потненький приезжать. Класс. Класс. А, чё потненький? А если ты до дома шел, то же самое потненький. От метро до сюда меньше времени, чем до дома. До сюда, да? До сюда. До сюда. Хорошо. Как скажете. Женя, а если перерыв будет час, что ты будешь делать? Или два? Давай не расскажи пока всегда, но я ещё даже не рассказал никому. А я уже всё рассказал. Нет, ты меня так быстро, ты меня так быстро закладываешь, вернее, опережаешься этими самыми, со своими влогами. Теперь я буду первый. Я тоже ничего не снимал. Сейчас я наснимаю, размещу и буду первый. Всё, выключаюсь. Когда этот человек появляется, мне лень снимать становится. Женя, что ты там был в ниши? Давай поработай сразу на два канала. Так вот, мы идём, отель находится прямо возле метро. Это огромный плюс. Выходишь из метро и заходишь в метро. Короче. Два раза в неделю уборка. Ты уже это рассказал? А, да? Я поспечитаю, что меня убирали с дома, потому что он опять приехал и навёл такой врач в квартире. Тут тебе и надо. Тебя покарали сверху, чистюля. Поэтому я сдал этот приступ. Все нормальные люди, реально. У меня даже друзья есть. Девчонки будут говорить, ты им можешь говорить погромче? У меня друзья есть, они слышат. У меня друзья есть, которые живут в апарт-хотелях. Роскошно. Убираются. Да, даже четвёрки, пятёрки или вообще. Убираются у них. Они не проводят электричество, а интернет, воду, кондиционирование. Больше ни за что не платишь. Это же кайф. Захотел утром, проснулся ты с большого бодиная. Хочешь пожрать, не хочешь, там какой-то калл. И тебе room service принёс салатик, водичку. Но просто, чтобы вы понимали, мы заплатили за год, в прошлом году, за год заплатили 24 тысячи дирхам. Это минимум за свет, воду и кондиционирование. 24 тысячи дирхам. 500 тысяч рублей. Чего? Что? Чего? Ага. Что, чего? Да, я всё понял. Ты за год сразу пущешься. Даже больше 500, 600 тысяч рублей, только мы платим за кондиционирование и за херню. А этого можно не платить. Я ему это объясняю. Ну скажите, ну да, чистое бастильное бельё. Там даже тостер есть, там есть тостер, там есть стиральная машинка, там есть всё в жизни. Я за, я давно смотрел, выбирал, ну посмотрим, пойдёмте посмотрим, пойдёмте посмотрим, пойдёмте. И что ж тебе мешалось снять и переехать? Можно узнать? Я не находил хорошего варианта, я добил красивый вариант. Охеренный вариант с большой кроватью. Кровать, представляете, здесь увеличенные кровати, тут больше двух метров. С моей метра 70 это самая то мечта. Ты будешь от принцессы на горошинке? А, ты там, там. Да мы можем не прийти, да мы всё, что то есть вот это. Жень, вот отель, куда ты собрался переходить? Он без меня потеряется, он просто вот ради этого меня таскает с собой, чтобы не потеряться. Потеряшка. Потеряшка, всё, вот выход. Покажи, покажи, покажи. Вот выход. Девочки, всё, этот человек потерялся на выходе из метро. Сами понимаете. Обязательно, ага. Ну, короче, телефон потеет, всё потеет. Евгений радуется, как будто уже что-то снял. Ладно. Ну, бьюти-салон вот здесь будет работать. Да, шкафы есть, всё нормально. Подожди, а тут уходи. Игорь. Игорь, на балкона как такового нет. Вот наличие. К примеру, ты делаешь предложение, тебе говорят, что... Сейчас мы идём в бассейн, посмотрим его. Сильно так, а всё. Вот хорошо быть, Евгений. Ходит, снимает. Потом ты спросил, ты спросил, ты спросил. Не спросил. Ну, короче говоря, то есть у меня странный осадок остался от всего этого. Посмотрим, что человек скажет, но потом просто, когда набегают, то есть, ну, знаете, стелят. Заплатите только вот эту сумму, а дальше всё включено. Потом начинается туристический сбор, потом начинается комиссия агентства, хотя не все говорят про комиссию агентства. Это, 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 это. Блин, я отель мог без комиссии агентства найти. Непонятно, обычно агентство должно взимать с отеля это всё. Ну, ладно, посмотрим, пойдём в округе посмотрим, что здесь есть. Мы же быстрее здесь, я говорю, что здесь есть. Вот это тоже Дубай. Совсем другой. Не знаю. Ничего, кроме разочарования, нас этот поиск не постиг. Ладно, пойдём сейчас посмотрим, может быть, ещё одну квартирку. Идём. Спасибо. В комплексе. Я уже скоро соглашусь на элитную. Так и хочется сказать, а ведь я же тебе говорил. Но Женя думает, что? Ребята им показали, что вы должны были другую квартиру. А он сказал, что это или нет? А ты какой хер нас вызвал? Индюк, блядь. Не ищите алмазов там, где их нет, Женя. Угу. Алмазов, блядь. Реально, просто небо и земля, две разные квартиры. Это и ту, которую он должен показать. И самое интересное. Ещё говорит, я сделаю вам хорошее предложение. Сделаю вам хорошее предложение. Какое, блядь. Предложений не было. Он ещё плюс накинул свою комиссию. И прикинул, о которой вообще речи не было. Ладно, короче. Ну, всё равно, как бы, потом, в итоге, через год, мы могли бы быть в плюсе. Сто процентов. Ну, блядь, я хочу нормальный апарт. Я хочу нормальный современный апарт. С этой кровати, нахуй, блядь, я же не царевна, блядь. Мне хочется этого. Царёк, я бы сказал. Ладно. Всё, сейчас покажу ему тот апартамент в нашем же здании, в котором мы были. Он готов, его нужно убрать. Но я бы попросил ещё по-быстрому его перекрасить. Они сказали, ещё без вопросов можем сделать. Ну, там гостиную надо покрасить, она мне не нравится. Ну, короче. Ну, которую мы сейчас с немцами. Да, они сделают. Это быстро сделают. То есть, приведут. Но здесь переезд будет, там, с 50 на 10 скатиться. Всё. И даже головной боли по поводу пылесоса у меня не будет. Я здесь волновался, если отель снимем. Как же я, куда же я дену пылесос, да, Женька? Подарок. Кому подарок? Я тебе, что-то купил. Ты пошёл, будешь убираться. Ну, значит, сказал. А тебе, как обычно, не бери. Мало ли, что я сказал. Судя сказал, завтра передумал. Ладно. Идём дальше. Кухня. Всё то же самое. Гостиная. Окна на краун. Здесь всё равно бельишко хорошее, чистенькое. Всё почищено. Убрано здесь. Единственное, тут, это самое. Ну, уборку лёгкую провести надо. Даже свет включен. Балкончик небольшой, но в гостиной. Соответственно, окна на вестин выходят. Ну, окна сплазнут, наверное. Так, короче. Гостиная огромная просто. Так. И, соответственно. Гостевой. Основной. И спальня. Всё такое чистенькое. Матрасик чистенький. Шкаф большой. Ну, и здесь такой аппендикс. Как у нас в гостиной. Всё. Здесь-то кто-то что-то мыл, наверное, засрали. Всё. Вид на сулофу. И вид туда. Ну, так тихенько. Она готова к въезду. Ну, завершаем наш сегодняшний лог. По последней квартире, в которой мы были, мы сделали предложение. С торгом, с оплатой. Посмотрим, успеют ли они всё сделать. Потому что мы просили покрасить, убрать, заменить холодильник. Немало, конечно. Посмотрим, если они будут готовы. Тогда мы готовы, будем быстро переехать. Если нет, поиски продолжатся. А с отелем, с апарт-отелем, конечно же, нет. Нет, нет, нет. По мнению, ну что, такое разочарование тебя по стилю. В зеопарте отеля нет ничего, никакой инфраструктуры абсолютно. Ты это вначале говорил уже. Бассейн, отвратительный. Там просто какой-то, как будто ты в 90-х годах в России. Вот просто ужас. Спорт-зал хороший. Комната, не ту, которую я хотел показали. Я хотел современную, европейского стиля. Нам показали... Желудскую классику. Ну, такая прям, классика, классика, да. Ощущения релакса в этом здании нет. Знаете, в отель приезжаешь, такое ощущение релакса, какое-то расслабление. Какое-то напряжение, там столько народу, все, блядь, носится, все годы идут, все годы ездят, все годы поднимаются, спускаются. Ну, и как бы, ну, погулять там не было в округе. Там даже нет, ну, говорю, ни кафе, ничего нет, ни сходить, ни зайти. Ну, короче, я расстроен. Я расстроен. У нас есть вот здесь квартирка, вот здесь. Может быть, мы ее посмотрим, но это тоже не точно. Ждем предложения. Это прекрасно. Я не знаю, как вот убивая снимать квартиры. Просто то, что казалось раньше за 95 слишком дорого, сейчас, мне кажется, это такая херня. Эти квартиры, которые стоят сейчас по 95, два года назад стоили по 60 тысяч. Представляете? По 60. Вот они сейчас и стоят 60, не больше, но ценят, блин, 90, 95. А еще у них все, зараза, грязные. Все грязные. Блин, билдинг Тайгер вообще в него заходить нельзя. Он отвратительный. Сулафа, билдинг новый, но он какой-то темный. Все комнаты темные, все квартиры, билдинг темные. Все какое-то темное. Виды на заброшенное, это здание мегастроенное. Я не знаю, я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Уезжать слишком далеко вообще не хочется. Вон, что дистанция метро проехала. Я верю. Нет, глубоко в пустыню можно уехать. И в половину стоимости. Но ты будешь пробку проставить. Можно за 45 красивую квартиру. Но это я буду просто повторять часа на работу, я тут пожаре. Женя, тебе муха. На этой счастливой ноте. Спасибо.